Всем привет, с вами на связи Дмитрий Наоменко и вы смотрите моё новое видео из серии неочевидных особенностей игровых механик персонажей Overwatch. Так уж сложилось, что позади уже выпуски о Уинстоне и Райнхарте, которые относятся к классу танков. Поэтому, чисто ради продолжения логики, это видео я посвящаю Родхогу, которого в русской версии обозвали Турбосвином. Но это не столь важно, важно то, что я, как обычно, не буду раскрывать язык геймплея. Мне куда интереснее нарыть в интернете и в игре какие-то неочевидные особенности персонажа и поделиться ими с вами по возможности кратко и по пунктам. Поехали! Пункт первый. Капитан Крюк. Как только я начал тренироваться играть Родхогом, мне сразу подсказали одну из главных особенностей его крюка. И ввиду этой особенности персонажей в игре можно разделить на три группы. В первой те, чью ульту он отменяет, во второй те, чью ульту он не отменяет, но притягивает, и в третьей те, кому пофиг на Крюк, когда они ультуют. С опытом игры это приходит само собой, но изначально очевидным разделение по группам не кажется, поэтому сейчас всех четко и разделим. Итак, Турбосвин может отменить начатую ульту у следующих персонажей. Жнец, Фара, Турбосвин, Маккри. Также он может прерывать сам запуск культы, но это по большей части лишь в теории, так как на практике вы должны успеть прервать стартовую анимацию у таких персонажей, как Гензи, Ханзо, Крысавчик, которого в этом случае можно притянуть только со спины, и Лусио. В последнем случае нужно успеть его схватить до того, как он коснется земли, только тогда его ульта считается запущенной. Теперь про вторую группу. В ней те, чью ульту свинья не прерывает, а только двигает, когда она уже запущена. Это снова Гензи, Дива, Солдат, Бастион, Дзиньята, Уинстон и Крысавчик. В его случае запущенное колесо можно также притянуть прямо на старте анимации, но притягивать нужно спереди или сбоку, иначе зацепите не его колесо, а его самого. Ну а третью группу я раскрывать не буду, потому что она достаточно очевидна. Пункт второй. Совершенных роботов не бывает. Во-первых, несмотря на то, что защитная матрица Дивы сбивает все летящие в нее снаряды, на Крюк Турбосвина это не распространяется. Он без проблем ее цепляет и притягивает. А во-вторых, Крюк мало того, что действует на Бастиона в режиме турельки, так он еще и выводит его из этого самого режима, превращая в куда более безобидного робота. Пункт третий. Толкнуть нельзя помиловать. Ультар от Хога отбрасывает все цели, по которым он стреляет. Так я по крайней мере думал до того, как начал вникать в персонажа. Во-первых, как оказалось, она не отбрасывает Бастиона в режиме турели и от этого он, считай, получает максимум урона от выстрелов. А во-вторых, помните в видео о Райнхарте я говорил, что он может шифтом сносить ульту Дивы? Так вот в свою очередь, Турбосвинство ее не отбрасывает. Тут уж лучше либо прятаться, либо использовать Крюк, который, как я говорил ранее, на ней работает без проблем. Пункт четвертый. Пружина сильней под нажимом. Вы наверняка знаете, что ульту Ротхога наиболее эффективно использовать, когда у врага за спиной есть стена с потолком. Но вот что меня удивило. Если стена за его спиной невысокая, то на сопернике срабатывает своеобразная пружина и он отлетит куда дальше и выше, чем обычно, что естественно эффективно, когда рядом обрыв. И с этим, кстати, связана следующая неочевидная особенность. Пункт пятый. Забери меня с собой. Тут все просто, сравнительно очевидно, но трудно применимо. Падая в пропасть, Турбосвин может потащить врага за собой с помощью Крюка. Но для такого финта нужна неплохая реакция и точность. И кроме того, Ротхог должен либо высоко лететь, либо у края обрыва не должно быть бортов. Потому что они, в свою очередь, не дадут вашей жертве упасть следом за вами. Пункт шестой. Я твой хитбокс шатал. Так, все, обещаю, это последняя особенность про его крюк. Трудно не заметить, сколько людей жалуются на то, как он притягивает сквозь стены или притягивает оттуда, где он якобы даже не видит персонажа. Но вот что еще удивительней. Хитбокс его крюка отличается по вертикали и горизонтали. Вот, смотрите. Если по горизонтали сместить большой круг прицела с персонажа, то крюк его и не зацепит. В принципе, логично. Но по вертикали, при таком же раскладе, крюк срабатывает без проблем. Смотрите. Круг прицела вдвое выше Лусио и все равно Ротхог его цепляет. Не берусь это как-то оправдывать или искать причины, но вы сами все видите. Особенность довольно странная. Пункт седьмой. Эффективная перезарядка. Турбосвин относится к той категории персонажа, чью анимацию перезарядки оружия можно эффективно отменять ударом ближнего боя. Просто жмите удар в момент, когда он помещает патроны в дробовик и у вас, считай, появится новый источник урона без пенальти по времени. Раньше считали, что такая перезарядка становится у него даже быстрее, но после тщательной проверки оказалось, что это неправда. Время остается прежним. Единственный персонаж, у которого получается бонус в скорости при такой отмене анимации, это Солдат-76. Пункт восьмой. Звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала. В качестве продолжения темы отмены анимации стоит упомянуть самое популярное, но далеко не очевидное комбо Турбосвина. Его особенность в том, что каждый следующий элемент комбо отменяет часть анимации каждого предыдущего. Для начала я покажу элементы комбо по очереди и без отмены анимации. Занимают они около 4 секунд. Выстрел, крюк, выстрел, удар. А теперь смотрите, как быстро все происходит уже с отменой анимации. Время сокращается вдвое. Вот вам еще раз оба варианта для сравнения. Делается это сравнительно просто. Сначала вы стреляете, потом при старте анимации выстрела запускаете крюк, потом при старте анимации крюка удерживаете кнопку выстрела и под конец при старте анимации выстрела жмете удар. При должной сноровке и хедшотах такое комбо наносит просто сумасшедший урон за очень короткий промежуток времени. Только учтите, что на крюк эффект от хедшота не распространяется. Кроме того, существует две версии этого комбо. Первая это выстрел, крюк, выстрел, удар. А вторая просто без первого выстрела. И в общем-то вам решать какой выстрел использовать, основной или альтернативный. И вот с ними связан следующий пункт особенностей Родхога. Пункт 9. А5-225. У оружия турбосвина есть два вида выстрела, основной и альтернативный. У них обоих разброс очень большой, так что основной можно назвать ближним, а альтернативный условно дальним. Ближний выбрасывает картечь сразу из ствола дробовика и наносит максимум 225 урона. Тогда как дальний сначала выбрасывает шар на несколько метров вперед, который потом разрывается на ту же самую картечь с тем же самым уроном 225 единиц. Но, если вы попадете шаром по противнику до того, как шар разорвется на картечь, вы конечно нанесете ему урон, но не 225 максимальных, а всего лишь 50. На данный момент это все неочевидные особенности игры Родхогом, на которые я набрел в игре и в сети. Если у вас есть чем поделиться о нем, делитесь этим в комментариях. Ну а я буду постепенно работать над следующим персонажем. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видео и делитесь ими со своими друзьями. С вами на связи был Дмитрий Науменко. Чао!